Жестокие эксперименты над людьми, воспитание мальчика как девочки Эта история меня просто шокировала, поэтому я провел свое журналистское расследование и выяснил вот что В 1965 году Брюсу Реймеру, 8-месячному мальчику, сделали обрезание по совету врачей Но хирург, который делал операцию, допустил ошибку и мальчику полностью повредил пенис Родители обратились к психологу Джону Манни, он посоветовал простой выход из ситуации, изменить пол ребенка И в дальнейшем воспитывать его как девочку, так и было сделано Так Брюс стал брендой, и никто не догадывался, что ребенок стал жертвой очень жестокого эксперимента Я нашел этого психолога в Википедии, и вот что там написано Многие критикуют Манни за принудительную смену пола Дэвида Реймера в детском возрасте Психолог давно искал возможность доказать, что половая принадлежность человека обусловлена не природой, а воспитанием Поэтому мальчик стал подходящим объектом для исследования Брюсу удалили яички, а доктор еще несколько лет публиковал отчеты об успехах своего подопытного Но родные и учителя наблюдали типичное поведение мальчика в Брюсе Отец скрывал от сына, дочери жестокую правду, сам испытывал очень сильный эмоциональный стресс В результате которого возникли суицидальные наклонности, и отец очень сильно начал пить В то время как Брюс Брэнда стали подростками, ему начали давать экстроген, активировать рост груди Вскоре доктор Манни стал настаивать еще на одной операции, в результате которых у Брэнди должны были сформулироваться женские половые органы Вдруг Брюс Брэнда взбунтовался и категорически отказался делать операцию Потом мальчик и вовсе перестал приезжать к доктору на приемы Жизнь Брюса была покалечена, он совершил три попытки самоубийства, последняя которая закончилась комой Но Брюс поправился и начал борьбу за нормальную жизнь Он подстригся, начал носить мужскую одежду и сменил имя на Дэвид В 1977 году ему пришлось пережить целую серию операций, чтобы вернуть себе физические признаки пола Вскоре он даже женился на женщине и усыновил ее трех детей Но хэппи-энда так и не случилось И в конце Брюс в возрасте 38 лет повесился Если тебе понравились такие истории, подпишись и поставь лайк Я буду понимать, что такие истории вам нравятся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!